Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Впереди у подростков еще одна неделя без музеев, театров, кино и концертных залов. Какие ограничения действуют на территории региона? Готовы фасады, молельные залы и внутреннее убранство. В Самаре подходит к завершению реконструкция здания исторической мечети. Закрыли по соглашению сторон. Громкое уголовное дело об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой завершено. Лучшие друзья девушек не бриллианты, а ухоженные ногти. Как Константин Викулов оставил военную службу и стал мастером маникюра. В Самарской области в понедельник продлили ограничения для подростков. Речь идет о запрете для несовершеннолетних на посещение места массового пребывания. Музеи в театрах, кино, концертных и выставочных залов, зоопарков и так далее. Ограничения будут действовать в течение ближайших двух недель. Такое решение приняли на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Какие еще меры действовали на прошлой неделе, расскажем в сюжете. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной с тенденцией к стабилизации на высоких цифрах. Так оценивает эпид-обстановку в регионе областной Роспотребнадзор. Заболевших за неделю стало больше среди четырех возрастных групп. Среди детей до года на четверть, среди малышей от года до шести лет на восемь с половиной процентов, среди взрослых от пятидесяти до шестидесяти четырех лет на двадцать один процент и среди жителей старше шестидесяти пяти лет на семнадцать процентов. На заболеваемость малышей до года влияет несформированный в силу возраста их собственный иммунитет, поясняют в Минздраве. Основным путем снижения заболеваемости детей до одного года является вакцинация, увеличение охвата вакцинации и более строгие превентивные меры в семьях, где есть эти дети. Разделение потоков внутри семьи, насколько это возможно. И наименьшее, чтобы было пересечение детей с остальными членами семьи, за исключением кормящей матери. В то же время за неделю на тридцать шесть процентов реже стали болеть дети в возрасте от семи до четырнадцати лет. На двадцать восемь процентов меньше заражаются подростки пятнадцати семнадцати лет. Здесь могло сказаться дистанционное обучение, перенос каникул, запрет на посещение культурных, развлекательных и массовых мероприятий для подростков, которые, кстати, продлили на ближайшие две недели. Меньше болеют работники транспортной отрасли. А вот среди сотрудников сфер ЖКХ, образования, здравоохранения, услуг, наблюдается рост числа инфицированных. Руководителям учреждений и компаний необходимо позаботиться о здоровье в своих коллективах, принять исчерпывающие меры защиты сотрудников и посетителей, заявили члены штаба. Губернатор Дмитрий Азаров поручил разобраться с дистанционными больничными листами. За неделю по горячей линии за ними обратились более шести с половиной тысяч жителей и по ЦР-тестированиям, которые некоторые медучреждения отказываются проводить. У нас, к сожалению, жалобы есть о том, что больничный лист в электронном виде по обращению по телефону не всегда, почему-то по клинике дают. Таких обращений много. Непонятно мне отказ за лечебные учреждения по проведению ПЦФ-тестирования. Да, но не обязательно. Но если человек просит провести ПЦФ-тестирование, значит, надо это делать. Что здесь за отказы у нас? Инцидент менеджмент зафиксировал 66 таких обращений. На дому сейчас лечится 65 тысяч человек с коронавирусом и более 52 тысяч с пневмонией и ОРВИ. За неделю участились тяжелые формы заболевания. Пришлось увеличивать коечный фонд. Коечный фонд расширили плюс тысячу коек. Сегодня он составляет 5670 коек, на которых лежат 4794 пациента, 15,5% свободных коек. Слонномерно увеличивается количество пациентов, которые поступают в стационар. Это тяжелые формы пневмонии и это превентивная госпитализация у лишь сопутствующими заболеваниями беременных женщин и у детей. Темп вакцинации необходимо наращивать. Непривитыми остаются почти 210 тысяч пожилых людей. Кроме темпа вакцинации на оперштабе еще раз обратили внимание на работу с населением в части рисков утяжеления болезни. В обществе создается стереотип, что омикроном можно переболеть легко и быстро. Многие даже не считают нужным обратиться за медицинской помощью. Однако самолечение может привести к осложнениям, поэтому необходимо обращаться за консультацией к медикам. Норвегия стала первым государством в Европе, власти которого решили пойти на отмену пандемийных ограничений. От граждан больше не требуют соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Тестирование на коронавирус проводят только для тех, кто имеет соответствующие симптомы. Заболевших обязали оставаться дома не более четырех дней, а дети могут ходить в сады уже на следующий день после того, как спала температура. Власти страны изменили и правила приема туристов. Теперь для въезда в страну нужны только виза, авиабилет и путевка. Также не требуется предъявлять результаты тестов и заполнять специальные формы. Исключение в этом правиле делается лишь для тех, кто намерен посетить Шпицберген. Туроператоры уже заявили, что оперативно сформируют программы поездок на ближайшую весну и лето. Несмотря на временную нормализацию погодных условий, работы по уборке и вывозу снега по-прежнему ведутся в круглосуточном режиме. Насколько качественно подготовлен город к предстоящей неделе, в минувшие выходные проверяла глава Самары Елена Лапушкина. Как оценила мэр состояние объектов уличной дорожной инфраструктуры и какие за этим последовали санкции, расскажут наши корреспонденты. Ночь субботы на воскресенье – подходящее время для того, чтобы проводить уборку снега. На дорогах практически нет машин, на тротуарах и остановках почти безлюдно. Снегоуборочная техника работает в спокойном режиме. Качество уборки проверила глава Самары Елена Лапушкина. Особое внимание – адреса, на который жители жаловались в соцсетях. В их числе участок возле площади Мочелово. Здесь на пересечении Енисейска и строителей сразу три социальных объекта. Но к качеству уборки снега есть вопросы. Навести порядок мешают припаркованные автомобили. Глава Самары поручила наладить контакт с управляющим микрорайоном. Контакт с районом есть, с отделом ЖК Хакировского района. Я думаю, можно будет договориться и мы устраним. Потому что школа, детский сад, поликлиника. Одинаковое место. Вообще, давайте вы вычищаете это все. Проверила Елена Лапушкина частный сектор в Кировском районе. Подходы к социальным объектам и остановкам, а также дороги на улицах пятой категории. Подрядчик отметил, что в ночь здесь работают 76 единиц техники. Из них 24 самосвала и 13 погрузчиков. А также порядка 30 дорожных уборщиков. Около 130 улиц пятой категории в Кировском районе. И каждая из них хочет, чтобы ее почистили в первую очередь. И мы это все прекрасно понимаем. Так как для человека его улица самая главная, самая важная. И мы стараемся идти навстречу людям. И стараемся, чтобы все были счастливы и довольны. Объехала глава Самары также промышленные советские октябрьские районы. За уборку дорог и тротуаров здесь отвечает муниципальное предприятие благоустройства. Особо много обращений от самарцев было по аэродромной. Здесь из-за ужений проезжей части и плохо прочищенные тротуары. Руководитель предприятия отметил, что эти замечания уже взяли в работу. И в ближайшие дни все будет устранено. Крайне осталась недолгитарная работа муниципального предприятия. Надеюсь, что руководители сделают правильные выводы. И все-таки спланируют работу грамотно и ответственно. Глава Самары Елена Лапушкина продолжила объезд города в воскресенье вечером. В Самарском районе мэр отметила проблемные места на нескольких улицах. И поручила сделать акцент на расширении проезжей части. Усилить уборку тротуаров и борьбу с наледью на скатных крышах. А на улице Степана Разина привести в порядок уличные лестницы для удобства пешеходов. Работа сегодня обязательно продолжается. Потому что за одну ночь эти работы произвести очень сложно. Потому что есть определенный технологический комплекс. И для того, чтобы он был сделан качественно, соответственно, это требует времени. Похожее поручение глава города дала и при осмотре Ленинского и Железнодорожного районов. Подводя итоги двухдневного объезда, Елена Лапушкина отметила, что улицы и остановочные павильоны почищены удовлетворительно. Однако замечания еще остаются. Достаточно серьезный разговор у меня сейчас состоялся с рядом руководителей. Остается у нас часть заужений. Очень серьезные надо заниматься вывозкой снега. Мы договорились с рядом предприятием еще дополнительно задействовать технику. Сегодня уже задействована часть техники. Основная часть, конечно, помощи выходит завтра. Уже утром в понедельник на очистку главных дорог города внутриквартальных проездов, парков и скверов Самары вновь вышла техника и уборщики. Однако некоторые поручения, которые дала глава города по итогам объезда в выходные дни, были выполнены недобросовестно. Исходя из этого, на еженедельном совещании в мэрии было принято решение о кадровых перестановках внутри муниципального предприятия благоустройства. Организации работы никакой. Мы с вами вчера проговаривали про улицу аэродромную. Вы ее все чистите, все расширяете, все вывозите. Про Гагарина вообще молчу. Две центральные улицы для двух районов города, где у нас ходит общественный транспорт, где у нас много социальных объектов. Поэтому, Евгений Александрович, я думаю, вы сделаете правильные выводы. Я жду от вас заявления. Основными требованиями к профильным ведомствам по-прежнему остаются своевременная расчистка от снега дорог, тротуаров, расширение проезжих частей. На особом контроле главы города – освобождение кровель домов от сосулек и наледи. Мне необходимо, чтобы вы проконтролировали очистку кровель. Сегодня в 11.30 все управляющие компании с представителями прокуратуры я у себя собираю. Все ваши замечания отразили. Сегодня с утра у меня уже поехали просто змейкой по району. То, что наросло еще за выходные, все отметим. Я каждый адрес сейчас передам управляющую компанию, буду контролировать в течение дня. Пробелы с кровельной расчисткой, как оказалось, есть в каждом районе столицы региона. Работу порочно жестко контролировать главам внутригородских районов. И при необходимости она уже наступила привлекать к ответственности управляющей организации. Все понимают сложности, но когда пошла вторая неделя, и когда мы с вами справиться не можем, нет больше аргументов перед людьми. Работы по расчистке города от снега нужно вести оперативно, в ежедневном усиленном круглосуточном режиме. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков в виде снега в Самаре не ожидается. Но работы продолжатся с усилением штата. Необходимо привести в порядок все районы областного центра. И желательно до наступления весны. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Готовые фасады, молельные залы и внутреннее убранство в Самаре подходят к завершению реконструкции здания исторической мечети. Остались небольшие отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Реконструкцию обсудили на встречу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главы города Елены Лапушкиной, с представителями мусульманского бизнес-сообщества. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Масштабная реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого вышла на финишную прямую. Фасады и внутреннее убранство уже переливаются оттенками янтарного и малахитово-зеленого. Внутри вручную расписывают купол. Большинство работ выполняют самарские мастера. А вот керамическое обрамление и фрески на фасад изготовили в Ташкенте. Проект достаточно сложный. Его и фасадная часть, и внутренний отдел, где присутствует работа с гранитом рамора. На фасаде сложные орнаменты из лепнины и керамики. Частично было заказано в Ташкенте. Изготовление керамики. Это особенно надпись из аята. Готовы молельные залы, комната для никяха, обряда бракосочетания по исламу. Преобразился и цокольный этаж. Мы спустились в цокольный этаж, этого ничего не было. Здесь вот как раз граница была старой мечети. Здесь у нас сама комната Тахарятная, то есть это комната омоления. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Ведь в планах не только реконструкция исторической мечети, но и создание целого культурно-исторического комплекса. Эта тема была главной на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главы города Елены Лапушкиной с представителями мусульманского бизнес-сообщества. Это памятник культурно-исторического наследия многонационального народа нашей земли. Место, безусловно, духовной силы. И, конечно, жемчужины в облике областной столицы, которые мы должны помочь засиять вновь. Эта реконструкция ведется с 2008 года. И спасибо правительству, что, во-первых, вернули вот это здание. Это здание, которое было построено на стиле с меценатов. Оно в советское время было использовано по другим, не по религиозному назначению. Но потом, в 90-х годах, начался возврат этих зданий. Главное предназначение исторической мечети и комплекса, который должен здесь появиться, сохранение и развитие духовных традиций, укрепление мира и согласия в обществе. Традиции добрососедства между всеми людьми, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. В Самаре закрыли резонансное дело об убийстве Екатерины Сакирской-Пузиковой по соглашению сторон. Точку в запутанной и трагичной истории поставил Ленинский суд. На заседании побывала Мария Левина. По иронии судьбы, эта история, полная страстей и таинственных смертей, закончилась в день всех влюбленных. 14 февраля Ленинский суд Самары поставил точку в резонансном деле, участников которого уже нет в живых. Напомним, 32-летняя Екатерина Пузикова много лет сама была фигуранткой дела об отравлении бывшего мужа, банкира Дмитрия Пузикова. В 2015 году ее признавали виновной в убийстве, затем приговор отменили. Другой ее бывший муж Алексей Рисков в июле прошлого года опубликовал в соцсетях видео с признанием о том, что якобы дал взятку в 15 миллионов рублей работнику суда. Это оправдание Екатерины. На следующий день после этого девушку нашли мертвой. В убийстве заподозрили Рискова. По версии следствия, он нанес Пузиковой не менее 57 ударов топором. Было возбуждено уголовное дело. Рискова отправили под стражу, но вскоре нашли мертвым и его в областной соматической больнице Уфсин. Уголовное дело об убийстве Пузиковой с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Сестра Рискова была не согласна с приговором погибшему брату. Прошло меньше месяца и от сестры обвиняемого поступило заявление о прекращении дела. Внимаю внимание, злошные обстоятельства, учитывая, что судимый Рискова умер 20 июля 2021 года, близкий родственник Рискова, сестра Землянская, не возражает против прекращения дела. Существует возможность, соответственно, статьей пункта 4, части 1, статьи 24 Уголовного операционального кодекса Российской Федерации прекратить уголовное дело в отношении Рискова в связи со смертью. В ходе судебного заседания от представителя обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого Рискова. Прокуратурой района и представителями потерпевших не возражали против прекращения уголовного дела по пункту 4, части 1, статьи 24 Уголовного операционального кодекса Российской Федерации, то есть и со смертью обвиняемого по неребендеющим основаниям. С решением суда согласились все стороны процесса. Заседание шло меньше часа. В суде было оглашено ходатайство его родной сестры, признанной законным представителем о том, чтобы дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого или подсудимого Рискова, то, соответственно, это единственное возможное решение в силу закона, которое могло состояться. Представители потерпевшие вправе подать апелляционную жалобу, но со слов их законного представителя смысла в такой жалобе нет. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. В Госдуме готовят законопроект по регулированию деятельности бизнес-тренеров и коучей. С такой инициативой выступила первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Согласно законопроекту в стране введут две новые профессии – бизнес-тренер и коуч. Это поможет отсеять непрофессионалов и защитить людей от обмана. Гульфия Сафина попробовала разобраться в теме. Вот смотрите, наставник, консультант просто, например. Вот человек называется консультант. Трансформационный коуч. Ну это то, что на рынке. Вот он, рынок. Дикий рынок. Дикий рынок наставников и коучей поражает не только количество наименований разных специалистов в сфере обучения, но и число самих участников. Бизнес-тренинги сегодня ведут тысячи человек, и далеко не у всех есть знания и опыт в сфере бизнес-продвижения, рассказывает директор Центра корпоративного развития одного из самарских вузов Елена Яшина. Чтобы навести в этой сфере порядок и подготовить действительно знающих специалистов, в экономическом университете начали обучать бизнес-тренеров, но пока в рамках курсов повышения квалификации, поскольку по закону самостоятельной профессии в России пока нет. Поэтому инициатива парламентарьев о введении соответствующих профстандартов – решение закономерное, тем более, что некоторые бизнес-структуры регулярно пытаются взять эту сферу под свой контроль и заработать на сертификации специалистов. Слава Богу, мне кажется, после введения профессии, именно после проработки профессиональных стандартов, решится вопрос навсегда. То есть сертификация неплоха, как дополнительная история, но профессиональный статус сразу изменит ситуацию. Единственное, у меня взгляд, знаете, на это какой? Я считаю, что это должно быть не отдельное совсем направление, а это все-таки должно быть в рамках менеджмента, потому что это в какой-то степени управленческая деятельность. Другое дело, что самозватцы все равно найдут способ обойти закон и нажиться на тех, кто ведется на сомнительную рекламу. Ну, например, они будут говорить, что они там специалисты по развитию, потому что это запрос толпы, и здесь толпа, она бежит как раз в ту сторону, где ее приманят. Я думаю, они просто будут по-другому себя называть. Это просто на самом деле, мы это уже тоже проходили, потому что подобные попытки, они были. Закон и проект коснется и профессии коуч. На рынке России работает до 5000 сертифицированных коучей. Действующих членов Международной Федерации Коучей в нашей стране порядка тысячи, но практикуют эту деятельность гораздо больше так называемых экспертов. Иногда, не имея необходимых компетенций, коучи могут впустую потратить время клиентов, причем за приличные деньги, а могут и вовсе нанести психологический вред, отмечает директор представительства Эриксеновского университета коучинга в СНГ Анна Лебедева. Когда человек пользуется услугами специалиста, он не знает, имеет ли специалист обучение, и ему надо это спросить. И если этот специалист коучингу не учился, я бы посоветовала вам воздержаться от использования его услуг. Так как у коучинга есть четкие нормы и понимание, в каких ситуациях необходимо остановить коучинг и воспользоваться, и предложить клиенту воспользоваться услугами другого специалиста, то человек, который коучингового образования не имеет, не будет знать, что он делает уже что-то не то. Так, сейчас мы будем командой проводить тимбилдинг, командой сели. Почему? Командой не любит друг друга никто. Светлана Макушева – кандидат экономических наук. Много лет занималась бизнес-консультированием по работе на финансовых рынках. Имея за плечами защиту диссертации и успешные кейсы, Светлана вновь учится в магистратуре по направлению психоаналитическое бизнес-консультирование. И очень рассчитывает, что новый законопроект не станет препятствием для опытных профессионалов. То есть почему, например, кандидат экономических наук не может быть бизнес-тренером, если его квалификация – это корпорации, работа с бизнесом всю жизнь, да? Почему он должен получать бумажку о том, что он бизнес-тренер? У него в пять раз больше квалификаций, чем у того человека, который просто прошел двухмесячные курсы и стал бизнес-тренером. По словам инициаторов законопроекта, утверждение профессии коуча и бизнес-тренера поможет объективно оценивать качество предоставляемых ими услуг, а также контролировать возникновение на рынке очередных сомнительных курсов и марафонов личностного роста. По данным социологов, каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни обращался за услугами коучей и бизнес-тренеров. При этом лишь 21% из них проверяли перед занятием наличие у специалиста диплома об образовании. Законопроект могут рассмотреть весеннюю сессию. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События. Он точно знает, что лучшие друзья девушек давно не бриллианты, а правильный маникюр. Бывший военный Константин Викулов оставил службу и теперь пилит ногти. Почему он сменил мундир на пилочку и лаки для ногтей, узнала мэри Елчан. Константин Викулов – один из тех, кто решил кардинально сменить сферу своей деятельности. С пилочкой для ногтей в руках он уже успел влюбить в себя десятки женщин Самары. Путь Константина в индустрию красоты начался в сентябре прошлого года. До этого времени он больше 14 лет нес военную службу в Оренбурге. При подготовке к соревнованиям получил травму. Пришлось попрощаться с мундиром и погонами. Для дальнейшего лечения Константина отправили в самарский госпиталь. А уже после выздоровления он принял решение остаться здесь. Мы с супругой давно хотели и мечтали о переезде. И решили, что Самара будет для нас самым оптиматым вариантом. Потому что из Оренбурга, в принципе, не так было далеко, и не так родители. И здесь находится огромная река, о которой мы всегда восхищались. Но хотелось очень жить рядом с Волгой. В Самаре Константин прошел индивидуальный курс по обучению маникюру. Сам находил модели и набивал руку. Говорит, выбрал эту сферу, потому что она была более доступной. И в то время мужчины-маникюрщики только раскачивались на рынке. Поддержали Константина Викулова в его начинании как родственники, так и друзья. По словам мастера, он никогда не сталкивался с осуждением. Кстати, среди клиентов довольно много мужчин, которые доверяют Константину уход за руками. Что же касается девушек, есть те, кто приходят в салон из любопытства. Но после первого знакомства с обаятельным капитаном в отставке записываются на процедуру снова. Реакция при виде мастера мужчины неоднозначная. Но удостоверившись в профессионализме Константина, клиентки отбрасывают в сторону гендерные стереотипы. Часто в процессе работы Константин выслушивает немало интересных историй от клиенток. Дает им советы и становится еще и психологом на время процедуры. Бывают темы такие семейные, которые необходимо в некоторых ролях разрешить просто советом. Некоторые женщины приходят, например, на медикюр, через две недели, это у меня была две недели назад, она пришла через две недели и говорит, мне нужен твой совет. Садиться, давай, делом, короче, маленько. И просто разговариваем. И такое бывает. С каждым годом все больше мужчин начинают работать в индустрии красоты. Специалисты утверждают, что не человек выбирает профессию, а наоборот, сфера деятельности формирует характер. Например, тот же маникюр требует усидчивости, ответственности, внимания и аккуратности. По словам психологов, традиционное деление профессии на чисто женские или мужские, хоть и сохраняются в целом, но уже не в чистом виде. Ведь рынок труда – живой организм. Есть какое-то замещение того, чего не хватало человеку на его основной работе. Потому что все-таки воинский долг – это все время служить и не иметь выходных, проходных и не получать особого кайфа, потому что это уже стереотип поведения. То есть нужно идти на службу, нужно идти на какой-то там, если есть сирены или какие-то вызовы экстренные. Я могу сказать, что этот человек, наверное, по своей личностной характеристике, строгий, четкий, хорошо работающий. Константин Викулов не стоит на месте. Он любит работать на результаты и постоянно совершенствует свои навыки в бьюти-индустрии. Сейчас обучается на мастера по педикюру. В планах – обзавестись своим собственным помещением и открыть салон мечты. Мэри Илчан, Константин Головин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных.